Ну что, друзья мои, всем привет! Наши июньские приключения начинаются. Река Ахтуба, база Левада, в поисках трофейного судака и сама. Уйди базаров! А чё ты делаешь? Если ты это выложишь, будешь наказан. А чё ты делаешь-то? Чё надо, делаю. Ингредиент специальный. Не, нормально. Ты думаешь, как я ловлю-то? Я от нуля уйти не могу. Он уже седьмого снимает судака. И мне об этом не сказал ничего? Всё постепенно. Познают люди. Они сразу. Вот она, дружба. Зашибись вообще. Так, это никто не должен видеть. А что это? Не важно. Ты шоколадом что-нибудь не тираешь? Базаров. И чё? Прям реально работает? Позаром! Что это? А почему фантики из-под конфеты? Блин, это какой-то бойл. Фу! Дерьмища. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да ладно. Вот так вот надо подсачиваться. Ширюлюшу, ты в мастер. Я убою их всех. Сука. Смотри, что это всё. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это же ровно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты же пытаюсь, Серёж. Держи! Он хороший. Отпускай, нехороший. Чуть не упал. Белый ходок, белый ходок принёс нам судака. Ты давай своего ходока под моего ходока не пускай. Всё, клади спиннинг. Гели поцель. Здесь двушечка явно. Всё, он рядом, только не спихнил опять. Сейчас спихнул. Ты подсидел и под него. Сейчас. Поводок короткий, нифига не виду. И по трёшечку. Ну, я говорю, двушечка точно, поэтому... Там же он не виден, на трёшечку, на пятёрочку. Красота, лепота. Ой, лишь три кила. Ну что, друзья мои, всем привет. Первое утро. Мы с Сергеем приехали. Серёга сейчас в активном, занятом состоянии. Вот, и мы пытаемся сейчас установить... И мы сейчас пытаемся установить датчик какого-то. Значит, сначала мы сделаем крайнее положение. И потом немного ещё запасные дырки сделаем где-то здесь, наверное. И посмотрим на воде уже, будем регулировать, когда поедем. Ну, попробуем так. Потому что сверлить где-то на воде, ну, я думаю, что это не очень правильно. Поэтому установим здесь. И ещё сделаем сейчас запасные на всех, наверное, здесь. Вот. Я бы ещё, наверное, даже попробовал где-нибудь здесь. Но кто-то говорит, что близко к двигателю. Тут ещё что-то. Но когда на струбцине мы держим, да, датчик какого-то, то он получается здесь. И, в принципе, у меня всегда он нормально работал. Вот. И на ходу показывал, и никаких помех не было. Но, коли площадку уже сделали здесь, мы, значит, крайнюю поставим здесь. И если вдруг этого будет мало, значит, потом будем переваривать площадку ещё здесь. Вот. Ну, и, говорю, здесь делаем, здесь. И, возможно, перевариваем потом ещё здесь. Всё, друзья мои, процесс у нас пошёл. И будем устанавливать колод новенький от компании Raymarine Element 7. Первый саморез. Ну, вот, я сломал. Базаров сломал первый саморез. Что-то пошёл не так. Серёж, да? Дырочки надо было сверлить побольше, да, сверлить? А, Серёж, всё-таки дырочки надо было сверлить побольше, да? Нет, саморез нужно получше. Ага, или саморез нужно получше. Ну, понятно. Базаров пупиноват. Ну, кстати, это в комплекте шли вот такие саморезы от компании Raymarine, которые сломались. Но всё-таки, возможно, дырочка очень мала. Понимаешь, мало? Мала, мало. У меня сверочка другого нету. Мала. Отходите. Да, дырочка мала, саморез больше. Ты только смотришь, лодка подрядка, она очень длинная же. Нам нужно что-то всё подложить, Серёж. Мне сюда нужно высверлить дырочку. Не буду я лодку твою дырявить. Сверла у нас побольше нету, поэтому мы таким саморезом пытаемся расширить дырочку. Видно, не видно. Короче, датчик немножко задрали. Посмотрим потом, как на воде будет. Не задрали. У тебя лодка стоит носом, наклонена вперёд. Супер. И второй, а с этим здесь. Жара адова. Машка есть, конечно, но её не так много. Но жара. Жарища. Вечером много комаров, но они быстро исчезают. Где-то, наверное, часа два. Ну, час, наверное, даже они присутствуют, а потом они исчезают. Ну, они исчезают, наверное, в то время, когда уже все спать ложатся. Кстати. Наверное, им кушать нечего, поэтому они исчезают. А где-то в восемь, в девять они точно есть. Точно мы ещё не приметили. Всего один вечер был. Ну, где-то, я думаю, до десяти часов они точно есть. В одиннадцатых уже нет. Ну, всё. Мы погнали дальше подготовить нашу ракету. И скоро слиповаться. Машка, она есть. Она всё же здесь. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Первый слип. Первый слип. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Водичка пошла Ребену не заводит, да? Ну, он стоял В данный момент лодка идет на 14-м винте Чуть позже мы заменим на 12-й винт Отрегулируем угол накрова двигателя И лодка пойдет намного шустрее Прохваты исчезнут Средняя скорость у лодки будет 40-43 км в час Максимально мы смогли ее развить до 48-ми Это по течению и с одним человеком В целом лодкой мы остались очень довольны Лодка прекрасно продавливает и режет волну Довольно-таки широкая и удобная Очень мне понравились мои кренолинчики Сухие рундуки также не подкачали Единственный небольшой косячок у этой лодки Это бортовые огни Их попросту не видно Включены они или нет Включив бортовые огни Можно запросто забыть их выключить И это небольшой косяк Я на всякий случай установил И на сегодняшний момент пользуюсь именно Бортовым огнем Ланака Он работает как от солнца, так и от ветра Не потребляя никакой энергии Данным бортовым огнем я остался очень давно Что еще можно сказать? Я забыл купить весла? Точнее нет Я не успел купить весла Я ищу разборные весла Алюминиевые и довольно-таки прочные В принципе максимально короткие То есть чтобы как бы в аварийной ситуации Дегрибский Машка есть? Но ее не так много Наш корабль Нужно трусики постирать Сюда лестницу буду делать Пошли Базаров сигарет забыл Я пошел, Илюх Так он будет долго идти Правей будем взять Где глубина-то, а? Правей, правей Да, ах ты бомбелял Здесь вообще косы Я уже не хочу купаться Вот здесь вообще яма Где мы причалили, Павел Ну, удобно В принципе, вот Чтобы не скользить Особо не скользишь Я думал сюда что-нибудь Скользящее делать Ну, не скользко Постилили коврик На коврик ссылку дам позже Внизу Так Короче, обзор сделаю потом У нас бардак Наколько ее Водку спустили на воду Стакан восстановили Так, ладно, все Я в шоку пацан Не, ну здесь он, похоже, есть 5 метров Отпуск 85 футов Он уже смело на дне С 0,24 жилья Как они не могут загнать Я не могу на 6 Вообще ничего понять не могу 6, я тебя обращаюсь Глубина 4,5 метра 85 футов Глупер уверен на дне Крова Так вот Вот это Черт Это или щука Или сома Я что-то не очень Чего-нибудь Вот это да, ребята Это трофей Сиреня Это точно Трофей Точно, 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 точно Точно, точно На 5 метрах С отпуском На коротке прям Но это или судак здоровый Или все-таки сомик Щука, конечно, может быть Но Давай-давай-давай Сюда что-то Рядушком Поводок короткий Так что Только это, да Как он появится Ой, что-то хорошее А как он потащил Он прям вообще схватил Похоже на щуку вообще Ну, по поклевке Или на сама Ничего-ничего Он уже глист У нас там Не резиновый Вот это Вот это да Может багрежка Сомик Сомик Сомиком у вас Да Я думаю Килограммчик Таких не выпускаем Мы еще попытаемся Его спасти И выпустим Вот он тебе еще На прощание Сомики должны жить Кстати, сейчас закон вышел, что Ну, сама можно ловить Одного всего То есть Если, допустим, судака Можете ловить Пример, там Ну, 5 килограмм Или одного на 5 Сама Или, допустим, несколько, да, судаков Там Килограммовых Там 5 штук Сама вы можете взять По-любому Столько одного То есть Не важно Маленького такого Вы заберете Одного Или на 50 килограмм На 100 килограмм Одного заберете Это уже ваше дело Но я бы не рекомендовал Конечно, там на 50 на 100 Убрать В принципе, есть нечего Опять же отпустить Просто, как бы, для того Чтобы плодились И бороться Ну, в качестве Спортивного интереса Сом вкусный, конечно Он где-то вот Такой маленький Тут есть нечего Такой тоже вкусный Там просто кушать нечего Где-то вот там Ну, скажем Может быть, от 5 килограмм Можно там А так вообще лучше 8, 10, 15 До 30 килограмм Вот эти самые Они, в принципе, вкусные Вот как-то так А там уже решать вам Давай все-таки На глубину выйдем Сомик этот, короче По сути, можно сказать Случайный Ставим сейчас Агрессора опять И выходим на глубину А то боимся Прошляпить Выход трофейного судака По восьмого Я думаю, что В часов 8 Потом в 10 С 8 до 9 Наверное До 15 До 9 Вот тут Держи его Да я пытаюсь, Сереж Держи Он хороший Отпускай Чуть не упал Белый ходок Белый ходок Принес нам судака Ты его забрал Ты давай своего ходака Под моего ходака Не пускай Все, клади спиннин Держи Здесь двушечка явно Все, он рядом Только не спихни Сейчас спихну Ты под сидел И под него Сейчас Поводок Короткий Не фига не виду Трешечка Ну, двушечка Точно поэтому Там же он не виден На трешечку На пятерочку Красота Лепота Ой, лишь 3 кило Три по семь Три по семь Жульки какие-то Здесь Три по семь И у бобров тоже семь Чего? Вон висит Мой больше Я понял Я его как раз хочу найти Мой больше Ты одинаковый? Чуть Нет Мой больше По толще У него же Поголовок Может быть Девочка И мальчик Да не Но не Да Одинаковый Дыня По толще Просто Чуть Повес Не понятно Что вообще Какое-то древно Идет Аня сидит Сидит Просто Даже покрытки Не почувствовал По стану Что? Это не Поехали Что? 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 Субтитры сделал DimaTorzok Смотрю, у него из-за рта малек даже выпал. Из-за рта малек? Да, вот. Вот только что, да. Сожжал-ка вот. Если я сейчас выберу, очень много. Но здесь уже точки, разглядеть, тяжело. Показать вам 3D. А в 3D, да, сразу видно. Так, чтобы вам лучше было видно, сейчас в настройки зайдем, увеличим. Вот здесь увеличиваем. Вот они, пузыри растут. Вот рыба. Вот под нами. Ну что, может 3D заходить? Ну, больше рыбы с той стороны все равно, как ни крути. Ближе к берегу. Ну вот стаи. Справа. Ну, это бельная. Хищник, наверное, вот он как раз здесь у нас. Да, вот следующий уровень, интересно, кто-то по размерам, что ли, определять будет. Ну, просто показывают пузыри, да, рыба. Смотри, тут по левую руку. Да, вот так бы еще дистанцию кладу, потому что цифрики такие просто там, хотя бы еле заметные. Ну, дистанция, да, кем-то была такая. Ну, сейчас как раз вот на 5 метрах, вот она как раз стаи была. На 6 стаи. Да, кстати, пудыряем так гоняться, вообще дурить, вот вон они там на глубине вес. Вон они там на глубине вес. Вон, вдруг ты бель. Вон, вон, желтые появились. Смотри, сколько рыбы. Она везде, и в поводу, он синий, и пожелтее, и у дна. Сейчас вот они, у дна стоят, желтые. Да, вот, видишь, темная, это яма. Светлая, так понимаю, что это... Вот он, вот перекат. А вот опять яма, видишь, во, короче, смотри. Вот это яма, темная, в яме рыбы стоят. На перекате вообще пусто. Там вообще нифига ничего нет. Там жиги стояли, там пусто. Взял? Да. Хороший, да? На белый, да? Нет. Да нет, не прям, не гигант. Просто по тяжести, не понимаешь, сейчас, а? Нет. Легко. На всех случаях. На верхней выходит, то есть это где-то удушечки точно. Вот давит. Не с вами, привет. Не-не-не, задушку, судачок. Вот, видишь, я по голову задержу. Подравляю, Сережа. Трешечка, точно. Как тут не понимаешь, повес в нем, будь как? Ну, там ж легко идет. Когда даванул сначала... Ой, хорош, Сереж. Беленький отработал. Держи пятачок. Опа. Спасибо. Так. Блин, кровище постелена. Да, сначала вынь, потом покажем. Хорош, поздравляю, Сережа. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот мой Овов. Ты спасательник. Не поеду я в коряги. Здесь мелочь одна. На вымотке вроде неплохой. Серега, подсадь. Ой, 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 хороший. Ключочки маленькие. Ну, яйца. Да? Да. Давай. Опять сальма-фридайвер. Такой беленький. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давай уже, борт освещение бить. Хорошая, хорошая, хорошая нахалка. 150-ю с родимыми пятнышками. Видите, как их разрисовал там. Да просто с запасом. С лу-рам. Есть. Серега, что-то хорошее. Ой, 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 ой. Сальма что творит. Надеюсь, совсем не погрешник какой-то. Сальма с красной головой. Ну, сал, мне такие же нужны еще. Лючий. Что, не давишь? Да. Салился прав в пацаке. Да, да. Двушечка. Белый цвет. Белый цвет. Белый ходок рулит. Да. Лючий в этой поездке. Лючий, просто лючий. Белый цвет. Белый ходок. Белые ходоки атакуют. Да вот они они у нас. Рвут ахтубу. Вот такого трехатого поймал. Серехатый. Ну, где-то по трешку точно есть. Волково, да. Иди скорее, 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 скорее. Ципа, 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 ципа. Гуля, 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 гуля. Ципа, ципа, ципа. А кто там? Не знаю. Кто там вообще будет? Кто ж маленький? Ципа, 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 ципа. Гуля, 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 гуля. Судак, 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 судак. Опять Халков. Сродин пятнул. Спасибо. Спасибо. Смотри, Серег, там что? Первый раз я прям пропустил поклёху, откровенно, и второй раз сделал Так, я сейчас у тебя забираю этот воблер, попробую себе поставить, потому что нужно ради эксперимента А ты поставишь вот этот воблер, потому что подсак нужно Нормально На, развлекайся Красота Странно, но после вчерашней каши почему-то не гвоздикой пахнет Да, каша Там попукиваешь, что ли? Я просто провожу эксперимент На мне? На мошке На мошке Нет, мошка убежала Да не выдержала Лучшее средство от комаров На час Раз в час достаточно пухнуть И мошки Целый час вокруг вас не будет Ну и напарника тоже Главное на ночь На ночь Ни в коем случае нельзя За два часа Где-то, кстати, килограмма хватает На три пука Так Утром сегодня отрыбачили патрулингу И отрыбачили очень-очень хорошо Работали Агрессоры 125-е 150-е На бандита Мы особо не ловили Ловили Но Бандос тоже работает Ребята с базой ловят на бандит Мы просто Максимально решили укрупниться Чтобы увеличить шанс Поединки трофея И у нас это, в принципе, получилось Два раза мы выходили уже на троллинг Два раза мы ловили Довольно-таки приличное количество судака В том числе были пойманы на 4 килограмма Особи Порядка, наверное, уже Четырех штук не поймали На 3 килограмма На 2,5 килограмма Ой, вот этот хороший Вот этот Вот это кайф, Сережа Я справлюсь Вот здесь, я справлюсь Нравится мне этот спиннинг, конечно Очень понравился Да, да, хорошо, хорошо Там, наверное, двушечка точно Главное, слабину не давать У меня овсет Там хороший Там хороший Ай, молодец И смотрите, он выплюнул Опять это Вон вишню Корм Срыгнул Ага Судак очень активный Есть Да, но здесь, друзья, моя трешечка Трешечка Спасибо, Сергей Спасибо Переваренный Малек И очень довольно-таки крупный Наверное, как раз где-то Двенадцать сантиметров Там Двенадцать сантиметров Там Двенадцать сантиметров Ну тут заряжайся, глядь Такую зону облавливается Ни одной поточке, да? Ага А ты большую поставил, да? У тебя тоже не хватило Сейчас хотел большую поставить Странно Белая должна работать Она не ловит Нет его здесь Или подавать ему чуйную Или подавать ему чуйную Ага У тебя У тебя Я знал, что ты тут есть так долго ты же ожидать около двушечки точно даже не знаю наверно хорош сожрал полностью обрубленную щекой считывают под нами рыбу прям под нами что то есть ставики и по бокам где-то вот метров 59 прочь вот это вот 10 метров в ту сторону лодка наш идет это левый борт вот на протяжении 10 метров там рыбка есть там уже фигово пробивает и под нами прям и ближе к берегу опять какая-то стая под нами что-то очень большая стая да и писать 73 грамма 2273 я сейчас кидал и 20 грамм отлично простукивать 32 36 я думаю эти палочки на буду продавать это и оставлю может быть джефф оставить хорошо берет он жадно если найти место где его много в колябишь когда съезд кажется на бомбить она очень ну подожди ну вот точки же пробиваю ты хотел туда идти и передумать пойдем на лесу ну смотри как у хорошего взяли могли может быть и больше взяли может быть чаще клевала ты постоянно сомневаешься и передумываешь а когда ты не передумываешь как все осталось еще хочу сейчас здесь вот попробуй еще вдульюр смотри вдульюр попробуй вот у того мыса мы там тоже хорошо две недели серёжа ты мне главное напомнили второй остров коряги ну коли мы сейчас уже здесь в чем ты можешь прав надо комаров завтраки сегодня вечером сумку положить спрей там стоит может у меня есть он лежит да поклевка уменьшись у меня кроме той больше не могу бурю у тебя чуть-чуть да сейчас было одна поймал дрища ловилища ловилища у меня рыбу любит я не гном обращаюсь в себя они книг и книг тулу хотя гном его или накажи маленький спокойно спокойно сейчас уйдешь к своим как твоего гнома кстати звать мы так не познакомились нельзя но тебе сказал что нельзя конечно если я скажу как сейчас с ним общаешься да как луна больше полная сериал га и пипец куда рыбка садилась сереже молочек кого-то тащит по тяжести вроде не маленький так 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 Вот так. Душечка тут, все, что душечка. Тут такой же, наверное, чуть поменьше. Представил увеличить паузу. Поздравляю. Залетел. Спасибо, Илья. Вот опять пакетчик был бодраный. Да, я поменял цвет. Сейчас, взял. Самый распространенный цвет. Самый популярный, не знаю, как. Все, два не встает, да? Да. Приятно, приятно. Есть, да? Есть. Я же говорил, привет. Морковка. Вот как раз морковка. Твой любимый оранжевый, да? Да. Сопротивляются, потом бойки. Справишься? Случай, одной рукой будешь подводить? Да, да, да. Ага. Я справился. Заниматься я всадил там уже. Вот так снял. Пошел? Снял, да. Так. Морковка. Взял? Нет. Взял. Что-нибудь морковь что творит? Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай, давай. Ты подсак вот так кладил, мешать тебе не будешь. Зато будет всегда это под рукой. Подожди, подожди, подожди. Вот так. А нет, это же мягкий. Здорово, Сережа. Спасибо. Переключаемся на морковку. Ты его вот сюда просто клади между нами. И он тебе мешаться не будет? И мне будет мешаться? Если он еще под рукой... Дочек тебе не будет мешаться. Нет. Ее под рукой он будет. Я всегда так джигу. И он всегда под рукой у любого человека. Очень пить хочется. Я вставляю свежезаряженный аккумулятор, а он уже показывает, что он разряжен наполовину. Черт. Да, и причем в пол воды вообще реально. Просто его бросил валяться? Да, я такой сижу, ну просто... Ты, 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 чувствую, как чё-то, как трубочка этот спиннинг зашевелился. Ты откуда, парень? С каких глубин ты? Снизу. Отдай. Отдай, Гублина. Отдай, говорят тебе. Странно. Прежде всего, вы, ребята, творите-то. Они просто лежат и разряжаются. Не помню. Сломал мне все аккумуляторы? Дай водичку, пожалуйста, а? Значит, сейчас я с вот таких слов вам не то, что водички. Там, дай, хорошую. Черт, раскуси. На жаре всегда накрывайте все уберочки, все ящики. Плавится все. Капец. Вот так висят, не плавятся в ящиках, как в печке плавятся. Еще это тоже не это. Серега, там мой аккумулятор достанем, а то он может это... Он уже зарядился там 33 раза. Вон он там, в коробочке вот. С кем он, ребят, завидует? Жиг интереснее. Это у них так двигатель стучит? Нет. Такого же, как ты. Ну, не как ты. Не, как ты поймал. Такого же, как ты. Невозможно. О, нет, батенька, вы совсем чуть-чуть. Это смена. О, блин. Держи. Всем привет, друзья. Мы решили, Сергеем, сделать обзор с воды, так как между поездками, между следующей и вот этой поездкой, у нас останется очень мало времени для постановления. Я стараюсь за то время сделать фильм о нашей поездке в июле, и на обзор у меня времени может не хватить. Поэтому решили попробовать здесь. Не знаем, как со звуком будет. Ветеров небольшой идет. Мы так, вроде бы, уединились под деревьями. Ну, посмотрим, что получится. Итак, мы уже стояли порядка 7 дней. И когда приехали, рыбалка была просто превосходная. То есть, судак реально активно ловился. И ловился крупный судак. Пробовали мы сначала бандиты от Герман. Пробовали мы, значит, агрессоры 125-ые. Поняли, что на агрессоры 125-ые ловится хорошо. Решили укрупниться прямо в первый же день. И основную массу этой поездки мы ловили на 150-ые размеры. Это агрессоры от компании Герман и родная халка. Вот с такой сверху. Данные воблеры, что вы видите сейчас на столе, они нам принесли реально очень много трофейного судака. Были пойманы, наверное, за все время, ну, штук 5-6 килограмм на 4. 4 с лишним, там, 3 900, ну, в районе 4, скажем так. Вот. И были пойманы трешки. То есть, опять же, там, в районе 3. Также на такие здоровые приманки, относительно здоровые, ловился судак и мельче. То есть, 1 килограмм попадался и двушки, там, даже еще мельче. Но данный воблер данного размера очень сильно отсекает мелочи. Это одна из тех причин, почему мы стали ловить на них. Потому что бандит и 125-й агрессор приносили нам, ну, трофеи тоже приносили, но шанс поимки мелочи, он был сильно увеличен. Поэтому мы ловили много, но, скажем так, не сильно качественно. Эти данные приманки нас порадовали именно трофеями. Очень много будет ловить. Вот. Лучше всего, наверное, отработал, это, наверное, да, Сергей Пилоил, на битое стекло компании Герман Агрессор. Вот такой цвет, бирюзовый, артикль не помним. Зеленый Файтайгер, 217-й цвет, уже наизусть его знаю, да, все его знают. И вот такая родная халка. Причем история была такая. То есть, мы поставили ее, она стала реально хорошо ловить. Я ставлю вот такую же халку, новую, причем без таких вот всяких каких-то родимых пятен, да, ставлю родную такую же белую халку с красной головой, и она мне ничего не привезла. С чем это связано, вообще непонятно. Вот именно вот это работало. Не знаю, прятки, конечно, из-за пятен, возможно, ну, не знаю, с чем связано. Короче, вот такая история реально была. Две одинаковые халки, вроде бы как, но одна ловила, другая нет. Вот такой вот рыжий, тигром его многие называют, тоже артикул не помню, тоже ловил превосходно. Как вы видите, к крючкам у нас был сумасшедший сход. Вот, специально не стали разгибать. Так, дальше, значит, что еще? Ну, опять же, 125-й агрессор, вот в таком любимом моем цвете, 217-м. Также ловит и 205-й, в принципе, но у меня больше вот 217-й, как бы я к ним прирос. И, хотя начинал в свое время с 205-го, знакомство с агрессором было именно с 205-го цвета. Вот 217-й тоже неплохо ловил, и причем сейчас мы он, вот, буквально с воды, с рыбалки отречалили, он неплохо отловился. Вот такой белый цвет, что, значит, в бандите, что в агрессоре, ну, наверное, это лидер на сегодняшней, в сегодняшней поездке, это лидер по поимке судаку. Вообще, белые цвета, они всегда работают неплохо, и мой старый белый Мэнс, и, так сказать, другие разнообразные приманки. Вот эти также себя зарекомендовали хорошо. Мы долго их, ну, как долго их, уже, наверное, с того года октября, мы пытались, у нас были тестовые модельки, мы пытались разловить, но в октябре они не очень ловили, сейчас они просто бомбили. Он весь покусан. В общем, у нас такие, да, два покусанных, бандит также весь гранный. Агрессор больше, потому что мы на него ловили больше. Вот. Если бы был такой у нас цвет в 150-м размере, я думаю, мы отстрелялись еще лучше. Цвет просто превосходный, просто всем рекомендуемый. Ребята, вообще офигенно. Вот. Кстати, поступила информация, что в 150-м размере такой цвет уступил уже в продаже. Есть он. Ее можно купить. Приедем, будем затаривать. Что еще хотелось бы, на каких ремонтах, что хотелось бы остановиться? Это вот «Дептандр» от компании «Шторф» и «Воблер-фридайвер» от компании «Сальва». И «Рефрана», значит, серия 800-ая. Начну, наверное, я с «Сальмом», потому что с «Сальмом» мне тоже очень принесся много рыбы. Были тоже в облако сломаны тройники. Они вот такие светлые стояли. Мы их заменили, значит, вот уже на Олгоровске. Покраска, кстати, просто чумачечья. На ощупь видно, что он шершавый, что он покоцанный. А так даже краска не слезла. Бомбический «Воблер». И именно хочу поставить акцент именно вот на этом. Опять же, белый с красной головой. Ставили синие. Но синие ловили почему-то хуже. Вот реально, мы просто поражались. Я когда начал ловить на вот этот цвет, на эту модельку, Сергею поставил вот этот цвет. И он почему-то, ну, крайне сильно ловил хуже. То есть реально хуже. Хотя парадоксально, синий цвет с серебром должен был здесь работать. Но вот в этой поездке у нас играют больше всего белые. Дальше это «Дип Тандер». Воблер компании «Шторм». Который уже не первый год тоже меня радует. И каждый год я все больше и больше поражаюсь. Опять же, белый с красной головой хорошо отстрелялся. И вот такой синий. В других поездках, вот, воблер, вот такой голубоватый, с рыжим пузом, также работал неплохо. В этой поездке мы еще пока его не ставим. Вот этот белый тоже замечательно отработал. Покраска также просто изумительная. Ничего, даже у него практически не видно. На ощупь, если вот провести, то он весь шершавый. Не знаю, камера передаст или будет, не даст. Но мы постараемся, может, вставочки сделать поближе. Чтобы вы не думали, что вам лапши вешали на ощупь. Фурнитура у данного воблера просто, блин, ну, бомбическая. Я думаю, что любого сама она подымет. Превосходные кольца, я уже об этом говорил ранее. Превосходные тренники, которые, наверное, ну, разогнуть просто нереально. Воблер стоящий, и его надо иметь у себя в коробке. Теперь старый добрый рефранер. Я делал отдельный фильм, по-моему, по нему, обзор. И говорил, что эта приманка реально легендарная. Она очень старая. Не знаю, когда она там в каком точно году начала производиться. Это мы опустим. Но где-то, наверное, лет, не соврать бы, ну, приблизительно лет 10 назад каким-то образом к отцу попала данная приманка. Цвет был такой с голограммкой внутри. Мы думали, китайцы, не китайцы, непонятно что. На нем ничего не написано, вообще ничего. Поэтому на институте я его нашел. Просто на форме отрыл. Или, по-моему, даже в этом группе подсказал, что это рефранер. Я уже точно не помню. Я его нашел в магазине Квипфиш. Это питерский интернет-магазин. И закупился. У меня их очень много. И ловят превосходно. Есть одно но. Данная приманка смогла вылетать. То есть, возможно, эта партия была такая. Возможно, ну, непонятно. То есть, у отца не вылетал он раньше. Когда мы купили уже, мне брели, отцу я подарил. Некоторые из этих приманок стали вылетать. Некоторые приманки вылетали. Но это все лечится. Покинается петелька. У меня есть фильм. Ветер. У меня есть фильм, где я эту болезнь вылечу. Боимся, просто камера будет сбиваться от ветра. И делаем паузу. Вот. Данная болезнь... Это что, ребята? Давай поговорить с тобой. Данная болезнь, вылет воблера, вправо или влево, лечится элементарно. Подгибаем петельку. У меня, по-моему, даже два коротких фильма есть, как это вылечить. Так что, посмотрите обязательно. И, если вдруг у вас приманка вылетает, петельку подкинаем, если бы право уходит, петельку наклоняем влево. Ну и, соответственно, наоборот. Вот. В видео там вроде все понятно. Воблер стоящий. Вот буквально, опять же, сейчас с этой рыбалки он принес, наверное, основную рыбу. Ловили этим воблером на глубине до 7 метров. Где-то 6, 5,5-6,5 метров. Приманка, в принципе, до 7 доходит. На плетенке 0,20, 4 жилы. В принципе, вот, наверное, это все приманки, которые мы ловили на другие приманки. Но вот данные приманки, они стали лучшими, фаворитами в данной поездке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Двадцать восьмое число. Обещаю, три дня. Беспогоднее. Гремит вообще, не слышно, но гремит просто не переставая. Не понятно, первый раз такой гром слышен. Просто не переставая гремит. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...